Привет, ребят! Марк здесь и это очередной, уже пятый обзор по Лотулу. Мои постройки, которые я уже строю порядка месяца, больше полтора, два месяца, по-моему. И, как вы видите, уже прогресс пошел, естественно, по улице. Я додел почти здание бара и также здание, где находится оружие, то есть оружейное. Пока здание, где живет семья Эзры, я еще не трогал, оно еще осталось нетронутым. Я его пока еще ничего не собирал. Все нормально. Итак, давайте перейдем и смотрим, что у меня появилось здесь. Здесь я почти достроил это здание. Мне осталось только закончить крышу, эту часть стены и также сделать некую детализацию, например, на крыше. Сделать уже нормально ее, сделать здесь, вот в этой части. Это у меня идет козырек к данному балкончику и сделать нормальный козырек, тоже как-то детализацию сделать. И еще, естественно, внутри. Далее, с этой стороны, точнее в этой части здания, я уже почти его завершил. Я поднял все стены вверх. Сейчас немножко отвалилось. Также установил подобие труб или электропроводов, не знаю, так же, как и здесь. То есть, некая детализация. Также здесь сверху, вы видите, у меня такой единый дизайн. Бортики, которые предохраняют от падения вниз. Они также будут проходить здесь еще. И, соответственно, здесь. Здесь они тоже вот так будут идти. Итак, здесь вы видите тоже детализацию на крыше. Здесь идет 2 вентиляционные шахты. Шахт, я не знаю, для чего он нужен, но это как будет спутник. Будто бы. И к спутнику идет, следовательно, пульт управления. Также здесь еще идет кабель. Подразумевается, что это кабель. Я уплотнил крышу, чтобы она не разваливалась вот такими деталями. Обычными деталями. Один на один. Теперь она толщина в две пластины. И внизу, как вы видите, добавил я столиков и также бармена. Бармен из набора СССР. А я уже и не помню, что это за набор. Ну, все знают этого бармена и эту расу. Итак, он здесь стоит. Он реально был барменом в сериале по станции. Клоны я уберу. Здесь будут сидеть. Соответственно, будет Зев и Ланда Калрисиан сидеть. Здесь тоже балкончик. Я потом его еще оборудую. И здесь тоже будут находиться контейнеры. Внизу, естественно, вы помните, что будет располагаться склад. Склад, где будут продукты, которые снабжают данный бар. Итак, возможно, здесь еще где-нибудь будет стоять такой холодильник. Но это вряд ли. Итак, ну я на счет этого подумаю. Далее. Это здание. Вы можете видеть, какого я его сделал дизайна. Кстати, у этого просто обычный дизайн. Здесь в виде такой лестничной стиля я расположил данные 3 кубика. То есть, такой небольшой некий дизайн. Хотя особо ничего там и нет. Далее. Здесь я расположил такие генераторы. Или я вообще не знаю, для чего они предназначены. Но по фильму они были. Поэтому я их установил. Также решетчатые. Тоже просто для детализации особо. Здесь также имеются стекла. Вот вы можете видеть данные стекла. Здесь раз, два, три, четыре, пять штучек их. И также рядом с ними, через каждые, находятся вот такие непонятные конструкции. Походу, это какие-то генераторы. Я, честно говоря, не в курсах. Здесь тоже идут стекла, решеточки. Далее. Здесь идет балкончик в ангар. Здесь будет стоять призрак. Далее. Тоже здесь идут такие окна. Они уже более темного цвета. И есть такие переходные детали. Сейчас я даже вам покажу. Они есть там. Вот такие детали. Горкой. Точнее, скалой. И на них установлены просто именно кубики темные, которые прозрачные. И вот так вот неплохо смотрится. Мне нравится, честно говоря, этот дизайн. Просто издалека неплохо смотрится. И изнутри тоже все видно. И можно наблюдать. Здесь тоже будут установлены всякие контейнеры. Здесь, естественно, все будет закрыто. И есть выход также на крышу. Ну, а с той стороны я пока еще ничего не сделал. Также здесь я, как я говорил, установил будку. Вот она, будка. Но будка это, ну да, это будка для животных, но не для собак. Для других животных, которые обитают на лотале. И по самому ангару я пока здесь не доделал. То есть я на стенку добавил вот такие красные огоньки, которые означают, что садиться нужно именно сюда, а не сюда, кораблю. Также, по-моему, я еще не говорил, я там сделал небольшой стол. Вот стол. И также еще стенку. Вот она, дальняя стенка. Ну, по-моему, я уже про нее говорил. Она, естественно, не будет вся в таких дырках, а будет заделана деталями прозрачными. Ой, не прозрачными, а длинными такими плитками. Ну, как, например, вот здесь вот. Сейчас я отсоединил вот. Как здесь, например. Так вот, бах, и все. И смотрится тоже как неплохо. Ну, пока полотал это все. Кстати, да, еще и сделал я такой пол оборудовал. Вот как он выглядит. Плитками тоже обложены. И показывал тоже вот контейнеры. Как я установил контейнеры. На каждом контейнере есть пульт управления, который открывает его. И решетчатая, можно сказать, решетка. Которая оберегает продукты от мошенников. От того же, там же Эзры, который все ворует. Также здесь я установил стол. Вот он. И сделал деталь. Специально такую я ее, естественно, поменяю. Чтобы просто крыша не двигалась. Потому что вы помните, как она двигается. А сейчас, если ждать, она вообще не двигается. Так как ее здесь предохраняет лифт. И здесь эта деталь. То есть она не ходит вообще. Ну, это только чуть-чуть. На небольшой буквально миллиметры. Поэтому не так важно это. И пока что это все. Что я хотел вам рассказать. Здесь, возможно, я еще сделаю типа навесика что-то. Потому что это идут улицы торговых рядов. То есть здесь, возможно, будут какие-то небольшие. Может купец один будет какой-то сидеть и продавать что-нибудь. Но пока я еще не знаю, не продумал этот момент. Пока что это все. Спасибо всем большое за просмотр. Предлагайте все свои идеи в комментарии. Я все их читаю. И также не забывайте оценивать это видео. И подписываться на канал. Всем спасибо большое за просмотр. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok